Ой, который час? Который час? Сколько же время? О! Время! Три часа! Ребят, смотрите, сегодня я научу вас, как делать вот такие оригинальные часы. И вы никогда не забудете, сколько сейчас время. Давайте приступим! Ребят, для урока нам понадобится цветная бумага. Я взяла самую-самую тонкую, чтобы было легче сгибать. Понадобится круглый предмет, чтобы мы могли обвести циферблат наших часов. Простой карандаш, кусочек белой бумаги, ножницы и клей, чтобы приклеить циферблат. Давайте начнем! Для начала нам нужно свернуть квадрат. Мы сгибаем аккуратно квадратик. Уголок подтягиваем наверх и сгибаем квадрат. Теперь мы этот квадратик вырезаем. Просто отрезаем лишнее. У всех получился квадратик? У меня получился. Здесь у нас пошла линия сгиба, потому что мы сгибали первый раз, чтобы сделать квадрат. Теперь мы берем от себя и сгибаем еще разок, чтобы получился вот такой квадрат. Теперь мы берем один уголочек, любой, и тянем его к серединке. Вот сюда, к линии сгиба подтянули, прогладили линию, берем вот эту линию, которую мы только что прогладили, и тоже тянем ее к серединке. Загибаем, все хорошенько проглаживаем, прям сильно надавливайте пальчиками или вот так вот ноготками проглаживайте. Я еще иногда помогаю себе ножничками, вот так, чтобы прогладить линию сгиба. То же самое сделаем с другой стороной. Подтягиваем уголочек к серединке. Проглаживаем. Потом мы берем эту линию сгиба и тоже тянем к серединке. Раз. Получается вот такой уже ремешок наших часов. Раз. И два. У всех получился, да? Молодцы. Идем дальше. Переворачиваем. В вертикальное положение, чтобы нам было легче завернуть. И просто сгибаем пополам. Сгибаем пополам. Хорошенько здесь проглаживаем линию сгиба. Я прямо ножницами надавливаю, чтобы хорошенько у меня здесь все прогладилось. Чем больше мы сгибаем, тем больше надо проглаживать, чтобы легче потом сформировались наши часы. Смотрите, здесь у нас два уголка. Видите? Вот один и второй. Мы их должны завернуть вовнутрь к серединке. Как мы делаем самолетик обычно. Один уголок сюда. И второй тоже к нему. Уже получается здесь так вот толстенько. Уже трудно загибать. Придерживаем пальчиками. Проводим ножничками. Или можно взять линейку. Смотрите, покажу. Линейкой тоже можно вот так уголочком. Раз. И уголочком два. Два. Только аккуратно, чтобы если бумага тонкая, чтобы она не порвалась. Вот так загнули. Теперь будет самый сложный момент в этих часах. Но мы с ним справимся. Мы расправляем. Расправляем часы. Смотрите, у нас получилось здесь два угла. Один угол, треугольник. И второй треугольник. Мы должны согнуть вот эти треугольники вовнутрь. Вот так их сдавить. Давайте начнем с первого. Вот у нас две линии сгиба. Мы берем, придавливаем пальчиками середину. И сгибаем вот этот треугольник, чтобы он согнулся вот так вот. Смотрите, видите, я его прямо вниз пальчиком надавила, надавила, но не забыла придавить вот здесь линии сгиба. И тогда у меня треугольник ушел вниз. Да? Смотрите. Было вот так, а стало вот так. И то же самое мы делаем со второй стороной. Берем этот треугольник. Его чуть-чуть вниз. И одновременно, вот видите, вот это можно вниз в сторону. Придавили линию сгиба, чтобы было легче его сгибать вниз. А эта у нас уже согнута была. Эта не была согнута, это была согнута вот так вот, да? Но мы ее придавили вниз. И теперь мы легко можем согнуть наш ремешок часов пополам. И получается вот так. Теперь мы опять проглаживаем, чтобы все у нас хорошо здесь получилось. Теперь все очень просто. Загибаем, как я показываю, к серединке. Загибаем эту сторону. Хорошенько проглаживаем. Я опять беру ножнички, помогаю себе. Часы могут быть из любой совершенно бумаги. Я имею в виду разного цвета, не обязательно фиолетовые. Часы могут быть черные, с каким-нибудь красным циферблатом. Или, например, золотым. Или серебряным. Ремешок может быть украшен тоже по-всякому. Так, загибаем обе стороны, чтобы у нас получились вот такие часы. Смотрите. Одна сторона вот так вот, да? И другая сторона вот так вот загнута. Сейчас мы будем аккуратненько расправлять наши часики. Даже можно вот сразу я чуть-чуть подогну вот здесь. И чуть-чуть подогну вот здесь, чтобы легче было формировать часы. Смотрите. Теперь мы берем, раздвигаем. Так как мы хорошо согнули уголки, видите, они держат наши часы, наш ремешок. Серединку мы придавливаем пальчиками. И края вот так вот немножко защипляем, да? Немножко вот так защипляем края. Формируем циферблат. Вот. Чтобы часики наши хорошо держались, я даже вот так вот сгибаю их. Вот так еще придавливаю. И с другой стороны. Просто чтобы здесь была линия и держала наш квадратик, который получился. Смотрите, какие получаются часы. Если вам не нравится, что вот здесь немножко вот как бы отходит ремешок, здесь можно подклеить. Давайте я покажу, как. Я возьму клей ПВА. Просто капну сюда немножко. Немножко капну и подклею. И тогда не будет отходить бумага. Вот. С одной стороны подклеила. И с другой подклеила, чтобы получилось более профессионально. Вот так. Подклеила. Пусть подсохнет. Не забываем закрывать клей крышечкой. А то потом все высохнет и не будет у нас клея. Смотрите, часы у нас ремешок готов. Мы ждем, пока он подсохнет. А в это время мы рисуем, вырезаем циферблат. Я взяла кусочек белой плотной бумаги. У меня есть вот такая круглая свечка. Вы можете взять что-нибудь другое, кругленькое, если свечку не найдете сразу. И обводим наш циферблат. Нашу свечку обводим и получается циферблат. Так, я свечку обвела. И теперь вырезаю. Вот так. Вырезали. Так. Теперь я рисую. Сам циферблат можете тоже разноцветно как-нибудь ярко разрисовать. Чтобы получились красивые часы у нас. Так. Здесь у нас получается 12 часов. Здесь 6. Здесь 3 часа. А здесь 9 часов. Между большими точечками я ставлю маленькие точечки. Посередине точечку. И сейчас я решу, сколько у меня будет время. Я придумала себе, что у меня будет маленькая будет на троечке, будет 3 часа дня. Точно будет у меня 3 часа дня. А большая будет на 12. И получается ровно 3 часа дня. Берем наши часики. Я смазываю сам квадратик. Много клея не лью. Чуть-чуть вот так вот помазала. Закрыла крышечкой. Прикладываю наш циферблат. Аккуратно придавливаю, чтобы фломастеры не размазались. И я хочу украсить. Хочу украсить мои часы. И я их украшу фломастерами. У меня есть большая коробка с фломастерами. И я сейчас подумаю, как мне их украсить. Я бы хотела взять такой более желтый. И точечки вот так обвести желтеньким. Так, обведу-ка я желтеньким, чтобы не испачкать. Вот так, вокруг черных точек. Серединку я сделаю фиолетовой тоже. Серединка у меня будет фиолетовая. Большие точечки я обведу розовым. Немножко пачкается с черным. Но ничего, если у вас есть время, то подождите, пока черный фломастер немножко подсохнет. Так, это мы сделали. А сам ремешок я поставлю вот такие белые точки. Помните, как у нас прошиты обычно ремешки какими-нибудь нитками? Или черными, или белыми. Вспомните, как выглядят часы в магазинах. Если черный ремешок, то красиво, когда он прошит белыми нитками. И я прошью тоже свои часы белыми такими стежками. Вот так. Здесь поставлю тоже точечки маленькие. Как будто здесь у меня уже вышивка заканчивается. И вот наши часики готовы. Я думаю, что у вас тоже все хорошо получилось. И, пожалуйста, присылайте ваши работы, присылайте ваши часики. Я все работы посмотрю, все проверю, всем напишу и всех похвалю. Спасибо, мои хорошие, что были сегодня со мной и сделали себе такие часы счастья. Помните такую поговорку? Счастливые часов не наблюдают. Это значит, что у счастливых людей нету времени. Поэтому у нас все время будет 3 часа дня. И оно будет совершенным, счастливым нашим с вами детским, радостным временем. А сейчас я с вами прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.